Сегодня на Западе, как правило, объединителем Германии называют Михаила Горбачева. Мол, он был единственным из советских руководителей, который принял благородное решение. Однако, это огромное заблуждение. Во-первых, Михаил Горбачев Германию не объединил, а слил. Во-вторых, первым инициатором из советских руководителей по объединению Германии был Иосиф Виссарионович Сталин. Впрочем, об этом подробно мы сегодня с вами и поговорим. После окончания Второй мировой войны, Германия была разделена между Советским Союзом с одной стороны и США, Англией и Францией с другой. В мае 1949 года была провозглашена Федеративная Республика Германии, ФРГ, которая находилась в Англо-Саксонской зоне влияния. Спустя полгода, осенью 1949 года, в Советской зоне влияния была образована Германская Демократическая Республика, ГДР. К началу 1950-х годов на Западе многим экспертам казалось, что в ближайшее время Германия как государство больше не сможет существовать в едином виде. Однако, в отличие от стран Запада, у Советского Союза было иное мнение насчет судьбы немецкого народа и будущего их страны. Так, в 1952 году Иосиф Сталин сделал сенсационное заявление о немецком государстве. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ и немецкое государство остаются. Иосиф Сталин. Политики западных стран, прежде всего из США, потребовали разъяснения от Советского Союза. И советский лидер сказал прямо о том, что немецкий народ должен жить в единой Германии. Так, Сталин потребовал от оккупационных держав Запада, Британии, Франции и США, незамедлительно при участии германского правительства, начать разработку мирного договора с Германией, проект которого прилагался. СССР был готов согласиться на объединение страны, но при условии неучастия Германии в военных блоках. То есть, Советский Союз видел Германию как нейтральное государство. Как мы видим, Иосиф Виссарионович, несмотря на все военные преступления со стороны Третьего Рейха, вовсе не держал зла на немецкий народ. Как это сегодня преподносят современные либералы, которые часто изображают Сталина как мстительного человека. Сталин, наоборот, стремился помочь обрести немцам нейтральное, деноцифицированное и демилитаризированное государство, которое не будет иметь иностранных военных баз. Однако, США и его сателлиты не захотели прислушиваться к Сталину. Они, по-своему, видели объединенную Германию в качестве прозападного натовского государства. В итоге, началась продолжительная дискуссия по поводу будущего статуса Германии со стороны СССР и США. Находившись под давлением США, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр увидел в действия Советского Союза якобы скрытую агрессию и стал уговаривать все западные страны, не соглашаться на условиях Иосифа Сталина по поводу единой демилитаризированной Германии. Что интересно, так это то, что Советский Союз и Восточная Германия искренне хотели решить вопрос мирным способом. Однако, Западная Германия и США не хотели слышать о каком-либо нейтралитете. В итоге, предложение Иосифа Сталина о нейтральной Германии США и ФРГ отвергли, так как им нужна была либо единая, но прозападная Германия, либо разделенные и противоборствующие немецкие республики. Увы, но через год, в марте 1953 года, Иосиф Сталин умер, а новое советское руководство, возглавляемое Никитой Хрущевым, стало делать много глупостей, которые в итоге привели к берлинскому кризису 1961 года и возведения берлинской стены как символа холодной войны. В середине 1980-х годов к власти пришел Михаил Горбачев, который стал делать уступки США и странам НАТО. В 1989 году Михаил Горбачев предал руководство ГДР и, по сути, слил его ФРГ. После крушения Берлинской стены произошло не объединение Германии, а поглощение социалистической ГДР капиталистической ФРГ. Именно по этим причинам современная Германия имеет официальное название как Федеративная Республика Германии, как в свое время называлась Западная Германия. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир Глазами Философа. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok